Проблема Газели в том, что вот это окно можно открыть, и это окно можно открыть. А вот кто сидит посредине, тому, конечно, не повезло. Получается, что надо ставить вентиляторы. Работает очень-очень тихо, нет никакого шума, в отличие от магазинских вентиляторов. Установка вентилятора в машину. Пришло лето, и началась жара. Защиту было с той стороны, перекрутил в эту сторону. Но она легко меняется. Включатель, вот. В принципе, включатель можно где угодно, где кому удобно. В основном в Газели очень много пустых кнопок. Это самый дешевый, тоже где-то снятый, короче, как этот вентилятор с какого-то компьютера очередного. Получается, кто скажет, что он слабенький, то это да, это правда, слабенький он. Но зато не надует никаких черяков там под глазами, там, я не знаю, ячменей. Такие вот дела. Одинственное, что он чуть-чуть дает помеху, ну, в принципе, как и все вентиляторы, на магнитолу. Ну, зато эта помеха очень легко рушится музыкой. Вот, кстати, вам еще раз уже пошел за вентилятор. Немножко от темы отодвинусь. Как сделать? Вставлять ручки. Оп. И оно всегда под руками. Это фонарь обычный газельский, но стоит в светодиодной ленте. Ну, хорошо освещает ночью. В темноте. Какого года машина, такого и магнитола. Гаритет. ВОст boa. ВОСТОИ. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА А это, получается, сделано из чего? Из вот такой вот ножки, а можно, в принципе, с чего угодно делать ножку. Это конструкция двойного вентилятора. Это одинарный маленький. Многие спросят, почему же он внизу, а не тут традиционно наверху. Ну, потому что наверху скапливается горячий воздух, и крыша нагревается раз. И второе, что, получается, горячий воздух сам посея поднимается вверх. А тут такое место, как бы, ну, не сильно нужное. Вложить всё равно в бардачок можно всё, что хочешь. Одновременно он служит подпоркой для вот этой надписи. Раньше ручка служила подпоркой для этой надписи, для рекламы, так сказать. Соответственно, можно крутить его на пассажира и на водителя, где нет пассажиров. Вот, как-то так. Поехали. Сады. Мано-пассажиров. Компания. Попробуем. Попробуем. ! Компания. Компания. вот мы наконец-то с вами добрались и до таврии вот он вентилятор можно было подключить его от светильника в принципе тут рядышком но подключил от антенны тут была кнопочка неизвестно зачем помеху вообще не дает потому что с другой точки видать подключены работает чуть-чуть громче чем тот газели крепится тут откуда и берется масса от этой антенны только плюс взятый вот этот желтенький проводочек ну крепится как бы тоже такой штативчик тоже крутится ну как то так получается тут манюшенького вентилятора достаточно потому что до головы водителя очень близко такие вот дела ну то же самое дует не сильно ячмень не надует первый вариант неправильный потому что не закрывается второй вариант тоже плохо наверно вернемся к первому варианту закончил и в этой газели она оказалась самая такая сложная долгая потому что пришлось подключаться от магнитолы ну выключатель будет вот такой заглушка вытаскивается и вставляется так ну пока есть временный и так а потом все будет хорошо короче не пугайтесь конечно если вот такие вот варианты но это уже вчерашний век но есть помеха побольше чем в тавре но не на всех каналах когда сильный прием радио то помехи нету никакой от вентиляторов так же самое его можно крутить на пассажира на водителя ну тут много вариантов крутить потому что ножка много чего позволяет как угодно это все дело делать такие вот дела с вентиляторами в принципе два веселее дует чем один конечно когда машина работает то этого звука нет потому что двигатель заглушает вот такой вариант мне нравится больше всего потому что идет забор воздуха прямо из ну как бы с улицы дует сюда каналы а уже с этих каналов подает прямо на лицо такие вот дела пока же температура одинаковая штамм штамм 26 как то так конечно те вентиляторы закреплены жестче посмотрим протестируем как будет при езде эта штука работать ну мне сюда кажется что будет плохо скоро проверим в ходу в ходу вроде не сильно телепает в ходу вроде не сильно телепает Спасибо.